Не так давно мы рассказывали вам историю маленькой девочки Сони. Напомним, на сайт прямой линии Александра Никитина поступило обращение от пациентки областной детской больницы. Молодая тамбовчанка, которая лежала там со своим ребенком, была напугана состоянием здоровья маленькой пациентки Сони из дома ребенка. Сначала это письмо вызвало волну негатива среди блогеров. В сторону сотрудников детского дома неоднократно звучали упреки и оскорбления. Но нашлись и те, кто не стал тратить время зря и перешел от слов к делу. Продолжит тему Светлана Родионова. Моя жена в интернете, в инстаграме, по-моему, нашла этот пост с Соней, девочкой. С тем, что там печальная история с ней приключилась. И она решила помочь на общественном начале. Александра и Дмитрий приехали из Москвы и привезли подарки не только для Сони, но и для других воспитанников детского дома. Как оказалось, на призыв о помощь откликнулось немало добрых людей. Своими силами гости столицы собрали большое количество средств. На которые они приобрели двухместные коляски, переноски, смеси, игрушки, памперсы и многое другое. Начали собирать вещи для Сони и для всех деток этого дома малютки. И она попросила меня, моя жена, чтобы я все это дело отвез. И я согласился, потому что это же дело благое помочь детям. Не отказали гости и деток проведать, а также посмотреть, в каком состоянии находится дом ребенка. Впечатления остались только положительные. Молодые люди уверены, что и дальше будут поддерживать связь с домом ребенка. И на самом деле таких неравнодушных людей оказалось много. Еще должна прийти посылка с Казани, еще одна посылка с Москвы. Выходили люди из Германии, тоже предлагали помощь для детского дома ребенка. Дом ребенка полностью находится на содержании государства. И в том, что детки в чем-то нуждаются, сотрудники дома ребенка сказать не могут. Больше всего сотрудники нуждаются в надежных руках и добровольной помощи. Помощь эта не всегда заключается в финансировании. Можно же и просто помочь руками, например, устроить субботник. Светлана Родионова, Олег Осипов, Наталья Демина. Область новостей.